Программа Балаболка. Приветствую вас. Представляю вашему вниманию программу, которая предназначена для чтения вслух текстовых файлов, для воспроизведения звуков человеческого голоса. То есть программа, в которой вы загружаете текст какой-то скопированный, и она вам человеческим голосом читает этот текст или книгу. Можно книгу загрузить в эту программу, и она будет вам читать эту тексту женским голосом или мужским, а вы будете заниматься своим делом. Это официальный сайт программы Балаболка. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Здесь можно почитать. Размер файла 16,5 мегабайт. Версия 2.14. Бесплатная, на русском языке. Интерфейс программы. Скачиваем программу, загрузить программу Балаболка. Нажимаем, сохраняем на рабочий стол. И скачиваем голосовые движки. Вот с этого сайта, голос-книги.ком, скачиваем голосовые движки для Балаболки. Потому что в программе Балаболка там только один английский язык. Один английский движок. Почему-то с именем Анна. Английский только читает. Мы скачаем русские голоса. Вот справа нажимаем на вот эту кнопку. Скачать RH Voice. Здесь можно скачать портабельную программу Балаболка. Я скачал с официального сайта. Нажимаем скачать RH Voice. Здесь голосовые движки русские. Скачалось. И вот программа Балаболка. Архив. И голосовые движки. Можно устанавливать голосовые движки сначала, а потом Балаболка. Или наоборот, размецы нет. Давайте Балаболку сначала. Программу установим. Два раза кликаем по архиву. Вот в сетап. Два раза кликаем. Russian. Далее. 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 Иконка на рабочий стол. Далее. Программа успешно установлена. Запустить. Галочка стоит. Можно не запускать. Но давайте. Вот так выглядит программа. Ну здесь вот голосовой движок один только. Microsoft Анна. Английский. И больше нет. Поэтому мы закрываем. И открываем архив RH Voice. Распаковываем. Вот наша папка. Эти архивы нам уже не нужны. Открываем папку. Читаем. Текстовый. Запустите. Файл. Далее. Далее. Установить. Далее. Движок установлен. Работает на SAPI 5. В списке голосов есть парные. Елена плюс Алан. Означает, что русский текст читает один голос, а английский текст читает другой. Запускаем. Двыми кликами. Далее. Установить. Готово. Закрыть. Чтобы голоса появились в программе. Сейчас их не будет. Потому что она перезагрузить программу нужно. Правой кнопкой кликаем. Выход. Закрыли программу. И запускаем программу. Вот наша программа. И вот наши движки появились. Кроме Анны. Обратите внимание. Вкладка SAPI 5. SAPI 5. Здесь вот английский. Английский. Вот русский Александр. Александр плюс Алан русский. Александр плюс еще какой-то. Елена. Ирина. Елена. Чистая Елена. Елена плюс Алан. Ирина. И давайте вставим текст. Я скопировал с сайта Балаболка. Посмотрим, как она будет читать. Выберем язык. Александр. Скорость 0. Тембр 0. Можно регулировать больше-меньше. Громкость 100%. Посмотрим настройки. Общие настройки. Позиция курсора. Начинать чтение. Позиция курсора. Контекстное меню можно не устраивать. Начало текста. Записывает в аудиофайл. Сначала текста. Предыдущие. Чтение. Оставляем. Ну здесь посмотрите. Все на русском. Все понятно. Под себя подстройки. Здесь можно паузы. Длина пауз между предложениями. Поставить. Миллисекунд. Одна секунда. А здесь между абзацами пожелания. Текст. Сочетание клавиш. Для чтения F5. Воспроизведение F5. Приостановить F6. Остановить F7. Горячие клавиши. Правило. Читать предложениями. Произносить. Голос. Буфер обмена. Если галочку поставим. Будет читать то, что в буфере обмена. Можно текст покрупнее сделать. Вид. Размер швифта. Увеличить. Увеличить. Вот такой можно поставить. Курсор начала. Нажимаем вот эту кнопку. Воспроизведение. Прочитать вслух. Программа Балаболка предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы. Установленные. Вот кнопка стоп. Красная. Здесь можно скорость поставить. Зажимаем. На двоечку. Установленные на компьютере. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок. Подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе. Можно еще быстрее поставить. Как четыре. Программа Балаболка предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы. Установленные на... Ну это быстро, наверное. Ну примерно так. Троечку где-то. Программа Балаболка предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться... Голоса ударения неправильно, но это из дерзки. Попробуем другой голос. Елена. Можно Елена плюс Алан, если будут попадаться английские слова, Алан будет английский читать. Можно F5 нажать. F5. Использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере. В воспроизведении речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе. А F7 всток. F5 F7. Ирина. Ну пусть будет салам. Программа «Балаболка» предназначена для чтения вслух текстовых пайлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые... Быстрее можно поставить на двоечку. Любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере. В воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе. Ну вот так. Можно загружать файлы. И вот для примера я скачал книгу в разных форматах. И загрузить ее сюда. Вот нажимаем на эту папку. Вот PDF формат. Виртуальная машина даже не читает такие форматы, не установленная программа. Где-то через минуту книга. Минуту где-то загружаться будет. Минуты две загружалась. «Жюль Верн. Таинственный остров». Жюль Габриэль Верн. «Таинственный остров». Текст предоставлен издательством «Х». Аннотация «Таинственный остров». Один из самых увлекательных романов французского писателя-фантаста Жюля Верна. Во времена гражданской войны в шар пятеро смельчаков северян спасаются от плена на воздушном шаре. Страшная буль... В другом формате попробуем. «ФБ2». Сразу с архива даже, сразу подтягивает. Вот, уже быстрее загрузилась. «Таинственный остров» Жюль Габриэль Верн. «Таинственный остров» – один из самых увлекательных романов французского писателя-фантаста Жюля Верна. «Епаб». Или «Епуб». Вот. Также текстовые «Word» поддерживают. И можно общие настройки из буфера обмена читать будет. Алочку ставим «Слежение за буфером обмена». «Прочитать вслух». Ок. И вот нажимаем «Прочитать выделенный текст». Жюль Габриэль из «Епуб». Сейчас первое выделение вложения. Можно вот этот звуковой файл сохранить. Нажимаем «Файл». «Сохранить аудиофайл». Называем его. И сохраняем куда надо. Здесь можно еще тембр регулировать, так же как и скорость. Громкость на максимуме здесь. В принципе, все. Пишите отзывы, замечания, пожелания в комментариях под этим видео. Ставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!